Поздний вечер вторника, но депутаты Ленинского района не спешат по домам. Слишком важный вопрос стоит сегодня на повестке дня. Передача ряда дорожных объектов из муниципальной собственности в собственность Московской области. Все они хорошо известны автолюбителям, к сожалению, не с самой приятной стороны. Это дорога Калиновка-Еврамолина-Сопронова, это выезд с Березовой на Круг ПЛК, и это пересечение Советской и Школьной, в том числе Круг. Эти объекты мы передали в собственность Московской области на баланс, и не будут проводить ремонт, капитальный ремонт этих дорог. В середине дня кольцевая развязка на пересечении проспекта Ленинского комсомола и улиц Советской и Березовой не является для автолюбителей особой проблемой. Но в часы пик вокруг нее во всех направлениях выстраиваются огромные пробки. Та же история на развязке улиц Советской и Школьной. И нерегулировка режима светофора, ни другие способы разгрузить движение результатов не приносят. Чтобы добраться до выезда из города, людям приходится тратить уйму времени. И над вопросом реконструкции этих развязок работа шла давно. В частности, за счет бюджета муниципалитета сделан проект реконструкции этих дорожных участков. Были пройдены все экспертизы. По сути, осталось только начать ремонт. Еще один проблемный участок – дорога Калиновка-Сопронова-Ермолина. Водители давно сетуют на то, что ширина асфальтового полотна едва позволяет разъехаться двум транспортным средствам. Естественно, что на безопасность дорожного движения это влияет не лучшим образом. И над этой проблемой также велась работа. Она одна из самых опасных. Мы уже давно об этом говорим. Мы два года назад Советом депутатов Горок-Ленинских заложили деньги на проектирование этой дороги. Валерий Николаевич Венцель поддержал эту тему и тоже озвучил как один из важных вопросов. И губернатор обещал проработать вопрос ремонта данной дороги. Благодаря тому, что эти участки дорог были переданы в собственность Московской области, в скором времени начнется их глобальная реконструкция. Необходимость процедуры передачи этих дорожных объектов в областное подчинение обусловлена тем, что по закону осуществлять их ремонт может только балансодержатель. Глава Ленинского района проработал вопрос с правительством, чтобы конкретно на эти объекты было выделено целевое финансирование именно в этом году, чтобы мы уже могли спокойно провести все процедуры и область уже могла приступить к работам. Минувший вторник на заседании областного правительства губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал предложение главы муниципалитета Валерия Венцеля по проведению ряда мероприятий, направленных на разгрузку автомобильных дорог округа. Таким образом, проблема пробок будет решена более чем для 55 тысяч жителей городского округа. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.